Итак, причины неуважения. То есть мы говорили с вами о том, что уважение является второй стадией любви. Третьей стадией верность. Верность это когда что такое? Что такое верность? Это уже вот это то, что в песне поется. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от смерти меня темной ночью спасает. Помните, да, вот эту песню «Темная ночь, только пули свистят по себе». Что там за песня такая? Человек сидит в окопе, там ветер звенит в проводах, пули свистят. И он верит, что он не погибнет. Почему? Потому что его жена в это время сидит возле коляски с ребенком, не спит и слезу пророняет. Между ними вот такой контакт, они верят друг в друга, понимаете? Это уровень верности в отношении. Когда люди защищают своим сердцем друг друга уже, защита идет. И они уже чувствуют очень много духовных качеств друг друга в отношении. Поэтому возникает вера. Вера это что такое? Это реальное чувство духовных качеств близкого человека. Это не просто там какая-то типа «я тебе верю». Нет. Это реальное чувство, которое реально связывает людей. Люди в это время чувствуют очень сильно родственные связи вот эти. Родственное означает возвышенное. Возвышенное чувство друг близкому человеку. И причина неуважения между супругами означает оскверненное пространство, которое окружает человека в жизни. Пространство, жизнь в бреду телевизоров, в бреду интернет, в бреду книжек этих всех фантастических там или романтических, в бреду выпивки. Вот жизнь в бреду всего этого означает невозможность уважать близкого человека. Потому что это все пространство не дает возможность сердце почувствовать и открыть. Это грязное пространство, грязная жизнь. Пространство, в котором тебя развлекают и что-то от тебя хотят, это не то пространство, где сердце отвлекает, где сердце раскрывается. Только отношения со святостью, отношения чистые, возвышенные отношения дают возможность человеку. Уважать начинать, уважать близкого человека. Это аскеза, уважение таскеза. Таскеза. Это не то, что я тебя уважаю. Ты меня уважаешь? Что уважаемые люди. Таскеза, понимаете? Уважать может человека за что-то, а что-то надо в нем увидеть. Быть может, ты на свете лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Время нужно, чтобы уважать человека. Время нужно, отношения нужно строить. А это возможно, когда у тебя есть душевная сила. Если ты пришел домой, включил, мертвые не потеют, посмотрел там, переключил на кабельное телевидение, вот, или кабельное, кабельное. Вот, посмотрел там это все, порнуху эту посмотрел, и что, у тебя силы появляются сердечные уважать другого человека в этом случае? Нет. Сердечные силы от святости получаются. Когда ты чистоту человеческую видишь, тогда ты сможешь увидеть и в близком человеке чистоту. Нежелательное общение, скверненное пространство, это основа жизни без уважения. Пустой, скучной жизни, основанной на развлечениях, сексе и зарплате. Если у нас все хорошо, секс нормальный, зарплата есть, все развивается, значит у нас все хорошо, семья развивается. Это может закончиться в любой момент. И тогда, что происходит, все рушится у таких людей. Но даже если все хорошо, все равно человек не может жить в этом пространстве, в котором нет чистоты. И поэтому постепенно накапливается недоверие в отношениях. Это тоже вызывает неуважение. Потому что мы много чего видели, понимаете, у человека всегда есть склонность бояться близкого человека. Допустим, мы сходили к друзьям, мой муж улыбнулся, жене, как бы подружке моей, подружке улыбаться начал. Я пришла домой и уже как-то ему не доверяю. Чаще всего это остается на годы потом чувство. Сердце не очищаем, не молимся. И вы скажете, а как можно очистить? Он ведь реально улыбался подружке. А что такое улыбка мужа подружки, вот если разобраться? Что это такое? Это просто результат нашей жизни. И все. Когда у мужчины нет любви, мужчина не может жить без любви. Ему нужна энергия любви. Нет в семье любви, она закончилась или никогда не была. Тогда что происходит? Его чувства начинают искать сами. А подружка это кто такая? Это такая же женщина, которая обладает силой влиять на чувства. Она просто симпатичная сама по себе. И она как антенка реагирует, когда на нее обращают внимание. Это происходит все спонтанно. На спонтанном уровне просто. Он почувствовал, она почувствовала. Произошел контакт, союз Аполлон. Этот контакт произошел на подсознательном уровне, понимаете? Давайте я сейчас закончу эту тему. Это другая большая тема. Мы сейчас поговорим. Сейчас закончу. Смотрите. Уже второй раз задали вопрос, поэтому сейчас отвечу. Смотрите. Интересный момент. Вот это вот просто контакт, союз Аполлон. Знаете, это просто контакт и все. Потому что когда девушка красивая, мужчина реагирует. Он удивляется этой красоте. Она ему бьет по мозгам. Когда ему по мозгам дало, это удивление, женщина тоже от него цепенеет сразу. Она, когда это видит в мужчине, она не может устоять тоже. Наступает взаимное разрушение мозгов. Причем это происходит автоматически. Просто само по себе, понимаете? Просто потому, что в семье нет достаточной защиты. Когда муж с женой защищены отношениями, тогда эта реакция не работает, понимаете? Нет контакта союз Аполлон. Ну, красиво-красиво, и все нормально. Ну, нет такого, что раз нокаута нет, понимаете? Я вижу тебя под кромкой туман. Вижу, я вижу тебя. Вот. Нет, вот мозги не срывает. Но если мозги сорвало у мужа, в чем проблема? Это значит, у нас что-то не то в семье развивается. Но чтобы это понять, ведь надо молиться, мои хорошие. А естественно, что возникает в сердце? Газ такой, все, больше не могу я с тобой жить. Понимаете? Проблема-то в чем заключается? Проблема в том, что вот эти спонтанные вещи, которые возникают у нас, они являются результатом просто нашей жизни. А мы как это воспринимаем? Очень серьезно. Потому что это касается любви же. И это все накапливается. И само собой накапливается, увеличивается уровень недоверия друг к другу. Зачем я за тебя вышла замуж? Зачем? Зачем я женился на этом человеке? Тем более культура способствует. Вот девушка, допустим, идет с мужем в кино. Она одевает короткую юбку. Почему? Потому что такая культура. Она же не понимает, что это бьет по мозгам. Ей важно, чтобы она была эффектной, влиятельной. Но эта влиятельность-то к чему приводит? А? Горизонтали? Ну, не сразу. Но, может быть, просто приводит к тому, что он с женой пришел куда-то там, поздоровились. И сразу мужики рядом стоят на жену такие. Сразу развезло рядом с ней. Он говорит, ну пойдем, пойдем отсюда. А ее... Она не может пойти, потому что ее тоже развезло. Это же реакции просто происходят, понимаете? Как веды говорят, женщина как огонь, а мужчина как масло. Когда масло тает, масло тает, а огонь что делает в это время? Разгорается. Женщина становится красивее, когда масло тает, а масло тает. Означает, что у мужчины теряется воля. Его развозят сразу. Она тоже такая... И пошло дело. Это все реакции просто возникают сами по себе просто и все. А причина без культуры? Женщины не знают, как одеваться просто и все. Причем интересно знать, что с точки зрения эстетики, уважения... Вот ко мне подошла одна девушка, которая опубликовала мусульманские материалы свои на сайте у нас. Она подошла, у нее на лекции, к ней приходит, у нее такая голова покрытая таким голубым, ну как бы это, таким одеянием. Очень красиво. Я когда... В Уфе ко мне такие три девушки, они выпускают такой мусульманский журнал, когда они показали эти одежды, вот такие вот, этой культуры, я просто обалдел. Понимаете, когда женщина вот в таком красивом одеянии закрытом, вся такая как извояние, понимаете, вызывает сразу сильное уважение. Первое, что возникает уважение, и второе такое, как богиня, как будто, что-то недоступное, понимаете. Другой вариант, девушка стоит, вся открытая, какое чувство доступности и вожделение. Вожделение это противоположность уважению женщине. Это не означает, что мужчина ее уважает, нет, хочет ее эксплуатировать просто. Поэтому разумные женщины, они хотят, чтобы их уважали, и они поэтому так одеваются, чтобы уважительное отношение было. И поэтому они какого-кого в мужья себе получают, того, кто может уважать женщину, означает разумного человека. Можно по-разному же привлечь, да? И так накапливается недоверие постепенно. И причина заключается в неправильной жизни в целом. Нет духовности в семье, поэтому теряется уважение. Что касается вот этого феномена, что когда рождается ребенок, мужчина уходит, то причина этого феномена, она также лежит без духовности. Основная причина этого феномена заключается в том, что женщина всегда привязывается к тому, кто больше ее наслаждает. То есть, когда она живет рядом с мужем, муж ее наслаждает, она принадлежит мужу. Но когда рождается ребенок, женщина, которая не имеет знания, она сразу, так как ребенок в 10 раз наслаждает больше, чем муж, она сразу начинает привязываться к ребенку. И муж для нее это уже предаток, понимаете? К ребенку. Мы живем для ребенка. Ты работаешь для ребенка. Вот я помню, к подружке моей маме пришел в гости. Она мне яблочко дает и говорит, Олежек, ты скушай яблочко, а то Володя придет и оно пропадет. Классика жанра, понимаете? Пропадет яблочко. Потому что Володя это просто пахарь. На кого? На детей он должен работать, Володя. Потому что я люблю детей. Володя тоже должен также любить детей. А Володя думал, что он жену будет любить, и она его будет любить. У него свои мысли были совсем в жизни. Понимаете, какая штука получается? Что Володя остается без внимания, а мужчине нужна постоянно женская энергия, любви. Если нет этой энергии, то два варианта только может быть. Или водка, бутылка, или Бог. Ему или в монастыре испиваться, одно из двух. Если он не готов к монастырь и не хочет спиваться, тогда что происходит? Другая женщина. Все. Вариантов нет просто у мужчины. Потому что он не может жить без этой энергии. Вся энергия ушла в ребенка, до свидания. Жена пошел в другое. Как сделать так, чтобы вся энергия не уходила в ребенка? Для этого надо действовать с позиции разума, а не инстинктов. Надо понять, что ребенок уйдет, когда вырастет, в своей жизни будет заниматься, а муж останется со мной. Надо поэтому ему уделять энергию, свое внимание. Для женщины на первом месте кто стоит? Быстренько отвечаем. Кто на первом месте? Бог. На втором месте? Муж. На третьем? Дети. Вот если женщина так настроена, у нее не будет проблем никаких в жизни. Дети будут смиренными вырастать, разумными. Если дети на первом месте, ребенок вырастает глупым и эгоистичным. Муж на первом месте, а не Бог. Муж наглеет. Вот это ответ на вопрос. Почему мужчина наглеет? Потому что женщины верят в мужа некоторые, а не в Бога. Тогда мужчина себя Богом начинает считать. наглеет и говорит, ты же сама понимаешь, что ты меня недостойна. Поэтому у меня еще одна завелась. Телка. Мне одной мало, у меня просто очень развитый мужчина. Это значит, что она верит в мужчину. Она сделала его Богом. И он потом, как Бог, начал себя вести уже. Муж не может завидовать Богу. Это невозможно. Потому что зависть означает материальное отношение. Муж будет уважать Бога. Он не поймет, что вы его воспринимаете как своего. Понимаете? У него нет такого чувства. Муж же не ревнует ребенка в отношениях с матерью. Так и с Богом тоже отношения. Там нет ревности просто. Это ваши страхи просто. Больше того скажу, вот у меня с женой разные духовные наставники. И у меня нет ревности к ее духовному разному. У меня и мужчина духовный наставник. У меня нет ревности к нему никакой вообще. У нас с ним глубокие отношения очень духовные. Это другие чувства совсем. Вам это трудно понять. Вот женщина как себя с наставником, с духовным ведет? Да? Да? Как? Да? Как с отцом? Уважительно очень, на расстоянии. Она ему не улыбается. Глазки не строит. Очень серьезно, уважительно отношения. На расстоянии, почтительно. Так женщина с своим наставником должна сесть. Если наставник улыбается, женщине заигрывает, он не квалифицирован. Если у вас есть наставник, и он так с вами... До свидания, этот наставник. Значит, это не возвышенный человек. Просто обманщик. Родители надо уважать. И все. Сейчас в нашей культуре трудно определить место родителей. Все зависит от их развитости. Но родителей любых надо уважать. Уважать означает соглашаться с ними. Но делать надо так, как положено. Жить надо так, как положено, с родителями соглашаться. Говорит, прости, папа, я так не могу вот жить. Мне что-то вот тяжело выпивать вместе с тобой. Прости меня. И он поймет. Скажет, ну ничего, сынок, ты потом привыкнешь со временем. То же самое, она уже все привязалась к ребенку раньше, чем... А но он еще родился. Кто, говорит, где? Ну это естественно для женщины привязываться к ребенку. Что, думаете, она будет вынашивать, рожать? Вот что она терпит эти все страдания? Это же страшно, вынашивать ребенка. Это мне плохо. Так это же естественно. Реально человеку плохо. Он страдает. Женщина, когда вынашивает, ей очень тяжело. Рожает вообще кошмар. Вопли такие страшные. Я когда в мединституте смотрел, как это дело там происходит все. Страшное дело. Очень тяжело. Зачем это все надо? Потому что женщина чувствует необыкновенное счастье. От того, что у нее это внутри развивается. Поэтому она на все готова терпит все это. Это нормально? Что женщина счастье от ребенка чувствует бездуховно? Да, потому что Бога надо ставить на первое место. Себя на последнее. Все равно ты будешь вылазить каждый день на первое. Не волнуйтесь. Но надо стараться ставить себя на последнее, понимаете? Вылазить все равно будешь на первое, по-любому. Вот с этим проблем нет. Вопрос был такой. Бывает ли такое, что в семейной жизни все всегда хорошо? Никогда не портится отношение, все всегда хорошо. И ответ такой. Не бывает. Не бывает. Потому что сама природа семейных отношений, близких отношений мужчины и женщины – это природа нарастающего эгоизма. Поэтому отношения сами по себе в семейной жизни всегда только портятся. Они сами по себе даже на одном уровне не остаются. Они только портятся всегда. И у всех. Такова природа отношений между мужчиной и женщиной. Она портится, отношения портятся. Так же, как зубы надо чистить каждый день, чтобы рот… Рот тоже, кстати, такая природа. Вот во рту постепенно накапливается запах плохой. Значит ли это, чтобы рот плохой? Нет. Просто его надо чистить. Мы привыкли чистить зубы, но мы не чистим отношения. Мы просто думаем, наверное, мне не повезло, что ли, что-то непонятно. Почему у меня так все хуже и хуже постепенно как-то с годами, с мужем или с женой. Может быть, мне не повезло? Люди чаще всего думают, что им не повезло, потому что в обществе существует такое правило. Вот этот ответ на вопрос девушки. Она говорила, а я знаю такие семьи, у которых все хорошо. Это работает правило просто. Знаете, какое правило? Показывать, что у нас все хорошо. И некоторые показывают так тщательно, так хорошо, что действительно кажется, что все хорошо. Но такого по сути не бывает. Потому что отношения же между мужчиной и женщиной это отношения эгоизма. И поэтому существует определенная схема, которая уже доказана психологами. Есть такая психолог Алешина с русской фамилией, в Америке живет. Она изучила вот этот график семейных отношений. И он оказался буква В. Сначала года три отношения улучшаются, потому что люди наслаждаются друг другом. Так называемый медовый месяц или год. Отношения сначала улучшаются, потом начинают постепенно ухудшаться. Где-то 12 лет они ухудшаются. И где-то от 6 до 12 лет это как раз тот период, когда люди бросают друг другу. Потом 12 лет, где-то 12-14 лет идет самый низ. И в это время люди или принимают концепцию служить друг другу, или разрывают семью. Если люди не начинают просто служить друг другу и принимать друг друга как есть, то тогда буква В не поднимается вверх. Остается только одна половинка. Понимаете? Потом только начинает подниматься вверх, когда люди... Это может и не 6 лет, не 12 лет, а даже и за 3 года может все решиться. Что сначала отношения вверх пошли, потом они как-то чуть-чуть снизились, и потом пошли уже опять вверх. Это бывает только в тех семьях, где занимаются духовной практикой. Других вариантов нет. Потому что если мы зубы не чистим, значит тогда изо рта будет вонять. Точно так же отношения семейные, если мы их не чистим, они будут вонять обязательно. Без всяких вариантов. И большинство людей думают, что у меня не просто не получилось. Но на самом деле это всегда и у всех есть. То, что у меня не получилось, это у всех то же самое. Ну, мы говорили уже о статистике 80% разводов в России сейчас. 80% семей, которые ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вы согласны быть его женой? Ну да. А вы и я, все мы согласились. Обручальное кольцо. Там все играет гимны свадебные. Одеваем кольца и пошли. 80% вероятности, что эта семья развалится в нашей стране. Да? А вот это как раз и означает хорошее развитие семейной жизни. Правильное развитие отношений. Сначала плохо, а потом хорошо. Обычно это бывает тех людей, которые принимают друг друга на платформе одинаковых взглядов. Вот смотрите, как такие отношения развиваются. Люди чувствуют, что у них одинаковые взгляды, и они хотят быть вместе, но их не сильно тянет друг к другу. Они развивают отношения, им сначала тяжело, потому что они как-то в чем-то не совпадают, они общаются. И где-то отношения развиваются где-то полгода, год. А потом только они женятся. И самый лучший вариант, что только после свадьбы они занимаются сексом уже. Это самый лучший вариант. Революционный. То, что я сказал, революционно. Подышите поглубже немножко. Расслабьтесь, подышите поглубже. Но то, что я сейчас сказал, это вот как раз классика, когда люди действительно получают хороший результат. И причем классическое представление о семейной жизни сейчас основано на философии сексопатологов. Их философия такая, что если палочка с колбочкой совместимы, значит тогда семейная жизнь будет хорошая. А если палочка с колбочкой несовместимы, значит плохая. Понимаете, да, о чем я говорю? Сексопатологи так считают. Это их как бы философия. И на самом деле надо знать такую вещь, что когда мужчина и женщина все-таки достигают внутренней гармонии друг с другом, половых расстройств не бывает. Они начинают чувствовать друг друга, глупо-пого понимать. И у них нет проблем с тем, чтобы друг под друга подстроиться. Нет проблем, понимаете? Человек это не кошки, не собаки. Человеку подстроиться не сложно, если он чувствует другого. А чувствовать другого можно только с помощью развития глубоких отношений. Все, других вариантов нет. С другой стороны, когда палочки и колбочки сильно совпадают, сценарий один и тот же всегда. Людям не надо знакомиться друг с другом, изучать друг друга философию, понимание жизни. Им не надо этого. Они просто шпарят секс целыми днями и все. Но в лучшем случае ездят на Майами параллельно, если деньги есть. Ну, просто наслаждаются жизнью. Два-три года, а потом что происходит? А потом они устают друг от друга неизбежно. Невозможно сексом жарко заниматься всю жизнь. Невозможно, надоедает. Все равно усталость наступает. И дальше что наступает? Надо жить вместе. Уже секс вызывает сильную привязанность до боли друг к другу. Люди привязываются до боли друг к другу. А разговаривать, общаться они могут друг к другу, потому что они развивали отношения на более высоких центрах. Если говорить астрологически, то обычно люди сходятся по мотивам на одном из центров. Если говорить о мотивах соединения семьи, то половые центры — это очень грубые энергии. Это грубые энергии животных чувств. Самый низший мотив создания семьи — это просто желание секса и все. И как люди находят друг другу с таким желанием секса? Как они создают семью? Находят они друг друга на дискотеках обычно. Там, где люди под соответствующую музыку крутят соответствующими местами. И понеслась. Да? Это следующий уровень, более высокий. Так, самый низкий уровень отношений — это секс. Люди познакомились. Для того, чтобы эти отношения строить, даже не надо, в общем-то, узнавать, как зовут. Секс — это еще не повод для знакомства. Ну, то есть люди не понимают, что они после дискотеки пошли, как они называют, это даже не буду говорить, вот, очень грубым словом, вот, они это сделали. Ну да, правильно вы поняли. Вот. Вот. И они понимают, что в этот момент через нижние центры, когда люди соединяются, у них возникает, как веды говорят, как веревкой соединяются сердца. Особенно, если им понравилось. Если не понравилось, то как бы и до свидания. А если понравилось, вот тут вот как проблемы возникают. Потому что сердца соединяются, как веревкой. Очень плотно соединяются сердца и тянет человек к другому человеку. Ну, их притяжение, как бы наступает это притяжение, потому что очень сильное удовольствие. Оно подсаживается, человек, на него. Не только человек, это удовольствие — это страшная сила вообще. Есть такой эксперимент классический, когда у крысы находят центр удовольствия и кнопочку перед ней ставят, с помощью которой она электрическими электродами этот центр возбуждает, нажимая на кнопочку. Крыса нажимает на клопочку до смерти. Она нажимает кнопочку до тех пор, пока она не умирает от перевозбуждения головного мозга. Такой результат всегда бывает только один у крысы. Не думайте, что мы чем-то от этого отличаемся. То есть секс до последнего будет, до последнего вздоха. Ну, то есть люди просто мучают друг друга под конец, просто мучают. Они пытаются получить то же удовольствие, которое хотят получить, но ничего не получается в конце концов. Вот этот вид создания отношений, который сейчас и массируется во всем кинематографе, во всех книгах — это самый патовый вариант создания семьи. Самый патовый. Это страстная любовь, которая, кстати, в классической литературе описана как несчастная всегда. Если страстная любовь, то всегда несчастная. Начиная с Пушкина, заканчивая Шекспиром, всегда все один и тот же сценарий. Так, следующий вариант. Когда отношения начинаются на более высоких центрах, паховый центр, копчиковые — это половые отношения, паховый центр означает самосохранение, или то, что вы сказали, брак по расчету, то есть деньги. Не то, что он совсем по расчету, понимаете, просто так действует природа. Если у человека цель жизни не секс, а выше, допустим, он хочет состоятельным быть, то, естественно, возникает любовь именно на основе... Человек даже чувствует красоту вот таким образом, он видит красота, если состоятельность, значит, красивая, несостоятельность, значит, некрасивая. Девушка тоже так чувствует мужчину, если он как бы с достатком, он ей нравится, без достатка не нравится. Они сходятся вот на этом уровне. И дальше отношения развиваются чуть получше. То есть как они развиваются? Они пытаются оценить возможности друг друга устойчиво жить. То есть они оценивают друг друга, прицениваются, общаются с целью понять, насколько человек устойчив в жизни. Когда они чувствуют защиту в своих интересах друг друга, они женятся. Секс уже стоит на втором месте здесь. Естественно, он важен для них тоже, очень важен, потому что нижние центры, но уже на втором месте. Часто в таких семьях для женщины больше важен секс, чем для мужчины. Потому что паховый центр – это женский половой центр. У женщины всегда самое половое чувство сильно связано с достатком. Если нет достатка и комфорта, то женщине очень трудно расслабиться, как бы и быть счастливой в этой ситуации. В таких семьях то же самое. Они очень сильно устремлены на отношения, когда они ставят материальные цели и достигают их. Но вот печальный результат наступает тогда, когда материальная цель достигнута. Ну, купили квартиру, ну, машина уже есть, что дальше? А дальше надо общаться же друг с другом. А общаться они не могут. Потому что нижние центры не предусматривают отношения какие-то более глубокие. Они просто означают, что мы вместе достигаем каких-то материальных целей. Даже плюс, пускай они достигнуты, достигнуты или не достигнуты. Просто приходит время, надо разговаривать, начинать друг с другом серьезно. А это невозможно. Возможно, конечно, возможно. И даже на уровне полового влечения, вот этого, когда семьи создаются, все равно все можно исправить. Можно наладить отношения. Это называется внутренняя жизнь. Просто чем ниже мотивы при создании семьи, тем тяжелее гармонизировать отношения в будущем. Но это возможно. Все равно это возможно. Дальше следующий мотив – это влияние, власть на уровне солнечного сплетения. Отношения создаются. Если, допустим, обычно отношения на уровне пахового центра строятся на работе, так называемый служебный романс, на работе строятся, то отношения на уровне власти и влияния строятся уже в элитном обществе каком-то. Это какие-то элитные рестораны, какие-то красивые места и так далее, где люди так себя ведут. Они одевают соответствующие одежды, в которых они понты кидают друг перед другом. То есть показывают свое влияние, влиятельность показывают. И соответственная речь у них такая же, соответствующие манеры, поведение, цель – найти себе тоже влиятельного человека. Два влиятельных человека должны встретиться. Более высокий уровень создания семьи. Потому что когда люди на этом уровне создают отношения, им надо быть уже, вести себя правильно, общаться правильно, надо уже как-то в обществе выглядеть порядочно, понимаете? Ну то есть уже какие-то правила, нормы поведения уже возникают, какая-то культура отношений. И здесь уже, естественно, отношения становятся более стойкими, потому что они основываются на чувстве престижа. Людям стыдно разрушать семью, потому что это повлияет на репутацию. Отношения дольше строятся, дольше длятся. И какой-то хороший более-менее результат уже имеют. Следующий вид отношений – это отношения, основанные на нравственной культуре. Эти отношения создают естественные стойкие отношения в семье. Отношения, основанные на нравственной культуре – это когда люди имеют одну культуру и одну нравственность, и имеют хорошее воспитание. И они строят отношения, соединяя друг с другом, друг друга на основе советов старших и на основе понимания, что этот человек имеет правильное воспитание. То есть их обычно знакомит, таких людей, или они знакомятся с рекомендациями как-то. То есть эти отношения уже помогают создавать. Для таких отношений уже люди должны вращаться в какой-то среде. Понимаете, что такое культура? Вот мы в культурной среде сейчас живем или нет? Знаете, что такое культура? Культура, когда есть сообщество людей, имеющих очень близкие отношения друг с другом. Это означает культура. Культура настоящая может быть только в религиозной среде. Когда люди имеют общество людей, они собираются на какие-то духовные беседы, у них есть наставники, есть близкие люди, которые верят в Бога как-то. Понимаете, создается такое сообщество людей, в которых они чувствуют защиту друг от друга. Но просто ходить на работу и вместе работать не подразумевает такую культуру. То есть люди, когда вместе просто работают, это не означает, что у них близкие какие-то серьезные отношения. Есть три типа дружбы. Есть дружба, самая нестойкая дружба, это дружба, в которой мы вместе отдыхаем, ездим на отдых. Просто на праздники собираемся. Это самая нестойкая дружба. Она быстро разрушается. Буквально какой-то один несчастный случай, и человек уже не может отношения с этим строить. Потому что эта дружба основана над тем, что мы наслаждаемся друг другом. Если человек в горе, им можно наслаждаться, нет? Нет, до свидания. Вот следующий вид дружбы, более стойкий, это дружба, основанная на каких-то деловых отношениях. Этот вид дружбы более стойкую природу имеет, потому что люди зависят друг от друга уже конкретно в делах. Они друг без друга не могут уже жить, потому что у них есть связь в делах сильная. Более стойкий вид дружбы, но не сердечный. Дальше есть дружба, связанная с верой. Эта дружба, она самая стойкая, и при этом внешне она кажется не слишком близкой. Люди просто уважают друг друга за то, что они вот одинаковым путем идут. Но есть еще другой вид дружбы, самый сильный, это сердечная дружба. Сердечная дружба имеет духовную природу. Простые люди не могут дружить сердечной дружбой, потому что она основана на бескорыстии. Бескорыстие надо же еще научиться так себя вести бескорыстно, потому что люди в основном на уровне симпатии дружат. Они дружат, потому что их просто тянет друг к другу, и они чувствуют счастье друг от друга. Совместимость какая-то дает им возможность дружить. Это не стойкая дружба. Когда у человека горе, то тот, кто чувствует совместимость, он обычно до свидания. Но вот именно духовная дружба, она очень стойкая. Она дает, если люди соратники духовные, они вместе одной дорогой духовной идут, они очень сильно защищают друг друга в жизни, спасают, помогают, заботятся и так далее. Сейчас это малодоступная вещь для многих людей. В основном люди дружат друг с другом, потому что сердце откликается, и они как бы чувствуют какое-то счастье в отношении. Это не стойкая дружба. Обычно это проверяется, когда наступает беда. Большинство друзей бросают человека в беде. Вот кто не бросил, там уже, значит, какие-то чувства более сильные, затронутые, более возвышенные в отношении. У кого недавно была беда, поднимите руку. Побросал народ вас? Побросал? Но кто бросил, вы сейчас с ними будете дружить? А кто остался? Не думала? Ну, значит, не такая сильная беда, моя хорошая. У кого сильная беда была, поднимите руку. Побросал народ вас? Побросал. Вот, хорошо, мы с вами нашли общий язык. А кто-то остался? Вы поняли? Вот те, кто остался, они обычно дружат очень скромно. Так ведь? Не сильно рисуются в дружбе. Они остались, и вы теперь поняли, да? Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот это значит, настоящий верный друг. Ну, в песнях уже все сказано. Ну, а почему они не выдержат? Потому что они же наслаждаться тобой хотят. Поэтому не выдержат. Итак, вот эти отношения, основанные на сердце, сердечные отношения, это нравственные отношения в семье, они создаются таким образом, что люди сначала общаются. И во время общения сердце настраивается на сердце. Это яд. Сначала идет яд. Тяжело. А потом будет нектар уже. Когда они настроились друг на друга, им уже будет легче жить. Но такие отношения создаются медленно. В них нет преобладания половой силы. И большинство людей не верят в такие отношения. Они боятся говорить, ну, мы как-то, похоже, дружим, что ли, друг с другом. У нас как бы нет любви, они говорят. У нас какая-то дружба. Они хотят страсти, люди. Чаще всего люди хотят, чтобы... Я хочу, чтобы у меня вот в отношениях вот... Вот. Ну, значит, тогда получив аж из гранат. Не хочешь нормального человека, значит, будешь Санта-Барбару смотреть всю жизнь. Есть еще более высокие типы отношений в любви. Это уже на уровне горлового центра. Это такие отношения уже, в которых люди объединяются на основе каких-то высоких чувств духовных. Это уже малодоступно. Я даже не буду перечислять дальше ничего. Но только уже на уровне сердечного центра люди могут в следующей жизни рассчитывать, что они будут вместе. До этого, по факту, у них нет отношений. Итак, душа имеет свою природу. Надо ее изучать. Надо садиться перед святым, молитву читать. Надо себя хотя бы узнать для начала. Не то, что других людей. Когда человек духовное чувство испытывает, тогда он начинает, у него появляется сила менять отношения, менять судьбу. Сила в голосе появляется. Он может реально с близким человеком по-другому начать разговаривать. Другие слова, другие отношения не очень сильно приближают. Такая речь, такие слова. Понимаете, для этого нужно на другую платформу встать. Потому что наша платформа какая? Мы выясняем отношения. Выяснять означает, давай, делай, как я хочу. Я буду делать, как ты хочешь. Это договоренность такая. Внешние отношения не имеют толку. Не продержатся долго. Итак, отсутствие внутренней жизни не дает возможность принимать советы, советовать. И это также не дает понимания, как прояснять отношения. Отношения, смотрите, схема прояснения отношений. У нас нет отношений. Я стою на одном, а ты на другом, да, и так далее. Вот. Как отношения прояснять? Не надо в это время ни о чем говорить. Это бесполезное занятие. Отношения проясняются через сердце. Сначала сердечный контакт надо устанавливать. А сердечный контакт установлен, отношения проясняются. Я приведу вам пример, допустим. Кто считает, что я хороший человек? Поднимите руку. Вы же меня не видели никогда в жизни. К чему вы поднимаете руку? Откуда вы знаете? Просто вы слушаете лекции, да? Вы слушаете лекции и чувствуете мое сердце. Меня как... Как будто вы меня знаете. То есть вы чувствуете меня от сердца просто. Но вы не знаете, что я там вытворяю. В клинике там... Как себя веду там на работе, дома. Вы не знаете ничего этого. Но понимаете, я хороший человек, вы считаете. Вот те, кто подняли руки, я посмотрел внимательно, вижу, тоже считаю вас хорошими людьми. Потому что правда, я чувствую этот контакт тоже. Не то, что вы только его чувствуете, я тоже его чувствую этот контакт. Это называется правильное отношение. Правильное отношение не зависит от того, что человек делает. Это его действия, эти веды объясняют. Это просто влияние судьбы. Просто человека напрягает судьба, он иногда делает так, иногда сяк. Но в целом, если люди по сердцу сердечно настроены друг на друга правильно, то тогда они способны вместе побеждать судьбу. И меняется жизнь людей в результате этого сердечного контакта, который основан на правильном слушании. Слушании с верой. Слушании голоса сердца. И в семейных отношениях это труднее сделать. Лекции слушать легче, установить сердечный контакт. Семейная жизнь труднее. Потому что мы не то слушаем каждый день от своего близкого человека. У нас разрушаются отношения в результате влияния эгоизма друг на друга. Но если вы начнете в сердце делать то же самое, что во время слушания лекций, просто сердечный контакт устанавливать с человеком, то вы увидите, как поменяется ваша жизнь. И так же отношения потом начнут меняться. Первое, что вы почувствуете, что вы не реагируете уже так сильно на боль, которая возникает в результате грубости близкого человека. Для вас это уже не так болезненно будет. Сердечный контакт установлен. Легче жить сразу в отношениях. Сразу легче. Поднимите руку, кто это уже почувствовал. Видите, уже многие знают, что это такое. То есть, тактика прояснения отношений. Сначала сердечный контакт, а потом дальше есть определенные правила. Первое правило. Женщинам не надо говорить эмоционально. Без всяких эмоций. Эмоций как можно меньше. Эмоции закрывают сердце мужчину. Он боится эмоций. Прояснение отношений. Говорить надо очень сдержанно, эмоционально. Спокойно. Такое чувство, как будто бы ты говоришь самой себе. Ну, то есть, самой себе обычно как человек говорит? Саму себе. Спокойно. Он знает, что я услышу сам себя. Нет проблем. Надо говорить спокойно. Просто спокойно. И будет чувство такое создаваться, что как будто бесполезно так до него достучаться. Вообще невозможно. Потому что человек, когда он услышал, то это все улетело внутрь. Когда человек действительно услышал тебя, то это все улетело внутрь, и такое ощущение, как будто ты в пустоту сказал. Поэтому мы ждем реакции. Надо эмоции давать, чтобы реакции дождаться. Не надо ждать реакции. Просто говорите очень спокойно. Все должно уйти внутрь. И такое ощущение, как будто в пропасть сказал. Потому что сердце далеко, оно спрятано там внутри. Должно уйти туда, в сердце. Бушует все внутри. Ну, давайте, давайте, рассуждайте сами. Сначала внутренняя жизнь, потом беседа. Просто остыть невозможно, потому что контакт же идет отрицательный. Даже тогда невозможно. Иногда надо уколоть чуть-чуть хотя бы. А потом остынешь уже, полегче становится. Но потом надо раскаиваться сначала. Неправильно поступило, извиниться. Потом дальше молитва, остывание, установление сердечных отношений. А потом беседа. Непритязательно. Лучше всего, когда муж поел. После ты он самый спокойный, доступный. Поел, и надо в это время так спокойно с ним беседовать. Ненавязчиво. Самое лучшее, это когда женщина говорит мужчине про свои проблемы. Она говорит, у меня есть одна проблема. Я не могу привыкнуть, когда ты приходишь домой и в грязные обуви идешь на кухню. Не могу привыкнуть. Помоги мне, пожалуйста, объясни мне, как мне внутренне настроиться, чтобы я не реагировала на это. Что вы ему сказали в это время на самом деле? Вы ему сказали, не ходи на кухню в грязные обуви. Но сказали по-другому. Вы как это сказали? Дали ему возможность самому принять такое решение. Ненавязчиво. То есть вы сказали о том, что вас беспокоит, а не о том, что он должен сделать. И вот такая беседа, это сердечная беседа на самом деле. Сердечная беседа очень труднодостижима, потому что когда человеку больно, ему хочется сказать о нем. Когда человеку больно, разум благости, ложное эго в благости перестает работать, ложное эго в невежестве начинает работать. То есть истинное эго перестает работать, ложное эго начинает работать. И в этот момент человеку хочется ну хоть немножечко уколоть, ну хоть чуть-чуть. Это нормально, это так действует природа просто. Ничего с этим не сделаешь. Но если вы хотите, чтобы он понял, вот когда вы колете, он не поймет точно. Но если вы хотите, чтобы он понял, тогда надо. Вам кажется, ну это же элементарно, не ходить на кухню в грязные обуви. Коню понятно, что так надо жить. Из-за этого тоже проблемы, потому что женщины, им кажется очевидны многие вещи, которые мужчинам трудно понять. Как вы думаете, что мужчина не понимает, что не надо ходить на кухню в грязные обуви? Понимает. Теперь вопрос, почему же он все-таки идет в обуви на кухню? Потому что, да, потому что он устал с работы, пришел, ему жрать сильно хочется, и он быстрее хочет посмотреть, есть что-то в холодильнике или нет. А потом уже все остальное. Понимаете? Ну как пример просто. Как психика у мужчины работает в это время. Но если он почувствовал вашу любовь, вот эту вашу боль, то он вспомнит в этот момент, когда он шаг сделал, то он вспомнит, и он все-таки снимет ботинки для того, чтобы вас не беспокоить. Понимаете, да, идею? Идея заключается в том, что прояснение отношений нужно проводить и мужчине, и женщине. Мужчине не надо демагогию читать, женщине вообще. То есть не надо, мужчина не должен ей рассуждать с позиции философии вообще, объяснять, доказывать, почему это так. Женщине не нужно ничего доказывать, потому что она все принимает сердцем. или не принимает сердцем. Женщине нужно объяснить просто, просто объяснить чисто, что у меня есть одна трудность, одна, понимаешь? Трудность заключается в том, что я очень устаю, когда прихожу с работы, очень устаю. И мне очень трудно в это время уделять тебе максимум внимания. Я понимаю, что ты меня ждала, когда я приду с работы, и ждала, что я тебя обниму, поцелую, и буду очень ласковым с тобой. Я это понимаю прекрасно. Но мне очень трудно это сделать, потому что я очень устаю с работы. И мне нужно какое-то время, чтобы просто под душ встать, отдохнуть, а потом уже я смогу тебе уделить внимание. Ну то есть надо говорить о своих чувствах мужчина. Но когда мужчина устает, и жена его третирует еще, смотрите, картина такая. Мужчина устал, и с работы приходит. Он смотрит на жену. Там говорит, слушай, дай что-нибудь пожрать, так устал. А она ждала от него чувств в это время. И она фыркает такая, ну как бы чувствует боль, что он как бы на нее не обращает внимания. И она говорит, тебе только жратва от меня нужна. Я тебе не нужна вообще, я чувствую. И он как это воспринимает, что он устал, и так с работы пришел, она еще ему пистоны подливает. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что он воспринимает это как беспредел просто, как беспредел. И он начинает ругаться, аааа, Почему? Потому что ему и так тяжело. Еще она такая беспредельница, еще ему под ребро подсунула. Не понимает меня. То есть, видите, это не работает система. Потому что мы и так друг друга не понимаем. Есть такой анекдот, человек стоит в очереди и как бы говорит, что продают? Шуршики. Думаю, блин, что за шуршики? Стоит, 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 всех спрашивает, говорят, шуршики. Потом купил, смотрит, правда, шуршики. Пошел домой. Ну, то есть, идея анекдота в чем? В том, что мы как бы через 5 лет совместной жизни обнаруживаем, что мы точно друг друга не знаем. Что сердца у нас далеко друг от друга стоят. Это надо прожить какое-то время, чтобы обнаружить, что это так. Чудо возникает, понимаете, вот это чудо. Что нет у нас никаких отношений, на самом деле. Почему мы кричим-то друг на друга? Потому что нет связи. Вот жена не чувствует, что муж устал. Ей надо просто подавать ласку в этот момент, потому что он пришел домой. Она не понимает, что надо его сначала раздеть, в душ отправить, чтобы он расслабился, накормить. А потом он сам уже эту ласку даст. А если с него требовать ласку, то тогда тем более она пропадает. Это же естественная вещь. Вот если я сейчас кого-нибудь попрошу, улыбайтесь мне. Вы сможете улыбаться, нет? На какое-то время, если пять раз попрошу вас, уже тяжело будет. А если всю жизнь просить, так и сама сойдешь. Это же естественная вещь. То есть мужчина наелся, расслабился, и он, естественно, жене улыбается. Кому ему еще улыбаться? Да естественно, он ей улыбается. Но когда женщина ждет улыбки, то какой результат, прямо противоположный возникает. Так видите, надо подавлять себе это чувство желания любви от близкого человека. Надо уничтожать, убирать его. Оно преодолевает с помощью внутренней жизни. Чем меньше внутренней жизни, тем больше потребностей внешней у человека. Тем больше внутренней жизни, тем меньше внешних потребностей. Больше возможности служить, отдавать уже человеку себя. И, соответственно, счастье больше в отношениях становится. Постепенно, не сразу. Там действует как айсберг. Ты отдаешь человеку, как бездомный колодец. Отдаешь, отдаешь, служишь, радуешься ему. А он такой, как типа, так и должно быть. И никакой реакции, никакого ответа. Понимаете, это длится около года, а то и два. Вот такой вот. Это сравнивается с айсбергом, который тает снизу. И сверху он такой же, все такой же. Но тает он снизу. И в какой-то момент, что происходит, он переворачивается. И как этот переворот происходит, обычно одинаково. Когда вы уже отдавали настолько много, что вы уже устаете от этого. У вас какое-то отчаяние возникает. Вы уже так не хотите близкие отношения строить. И просто по-доброму говорите. Ты знаешь, наверное, я не смогу дальше тебе вот так верно служить. Потому что не чувствую я ответа. И так просто, как бы, не можете уже все. И он начинает потом говорить. Ты на самом деле самый лучший человек для меня в моей жизни. Я никогда тебе этого не говорил, но ты такой человек удивительный. Я таких людей никогда в жизни не встречал. Я просто пользовался твоей вот этой вот добротой, но не хотел, как бы, подавать виду. А потом постепенно человек начинает служить уже сам. Понимаете, айсберг переворачивает самый критический момент отношений. Это нормально. Но надо заслужить. Как одна женщина мне сказала, записку написала, что я отстранилась от мужа, как вы сказали, Олег Геннадьевич. Он тоже слушает мои лекции. И он мне позвонил, сказал, слушай, отстранись еще на неделю. Не так без тебя хорошо. Поживи неделю еще у мамы. Это значит, тот, кого отстраняться-то должен был. То есть она его достала. Уехала, тем более, еще уехала на неделю к маме. Так он отдыхает. То есть ему лучше стало. Надо служить человеку. Чтобы воспитывать человека, надо сначала вложить в него энергию любви. А не нервы ему мотать, потом отстраняться. То есть не работает система таким образом. Итак, прояснение отношений происходит с помощью спокойного голоса, не без рассуждений у мужчины, без эмоций у женщины. Просто донесение состояния внутреннего. И его надо воспринимать, свое состояние, как свои проблемы. Объяснять свои проблемы. Даже если человек скажет, ну да, правильно, это твои проблемы, я согласен. Все равно в сердце у него останется хорошее чувство. Следующий этап какой? Продолжать в этом направлении двигаться. Потому что сразу результата не будет. У нас в сердцах камень друг к другу. Мы его не достучимся сразу. И обычно в какой-то момент уже на уровне чисто поведенческим близкий человек начинает все-таки делать так, как надо. Хотя до конца он все равно еще не понимает, что это важно. Но просто чисто, чтобы он уже услышал. И он чисто, чтобы не беспокоить, делает тоже как надо. Но другие способы даже услышать не дают возможности. Теперь я хочу вам сказать о том, что для того, чтобы вообще как-то развиться в отношениях, для этого нужно пройти три стадии. Обычно люди находятся все, вот которые просто смотрят кино, приходят с работы, смотрят кино, пьют пиво и ложатся спать. Эти все люди находятся на уровне безразличия друг к другу. Они просто наслаждаются друг другом и им все равно в сердце, с кем я живу по факту. Они привязаны друг к другу, они ждут ласки, любви. Но если посмотреть в сердце глубоко, в нем безразличнее. Обычно такие люди не создают стойких отношений в виде клятвы. Они не венчаются, не расписываются. Они обычно делают гражданский брак. И объясняют это очень просто. Они говорят, мы же друг другу доверяем, что нам идти туда в ЗАГС, выпендриваться перед кем-то еще. Или идти в церковь. Мы же друг другу верим, поэтому у нас вот такой вот брак. На самом деле этот брак означает, что мы друг другу не верим. И причина такого брака только одна. Что люди как бы женятся, потому что одиноко. Они думают, что может быть я себе и получше найду. Причем обоюдно. Или один хочет все-таки жениться, но не прилагает достаточно усилий, потому что ему тоже неприятно, что почему-то я должен биться за отношения, если он не бьется. И заканчивается это все. Означает безразличие. Безразличные люди чаще всего друг к другу. Даже иногда люди женятся тоже безразличны друг к другу. Просто мы делаем вид, что мы друг другу нужны. И все, это не значит, что мы нужны друг другу. Как вы думаете, в какой ситуации это проверяется классика? Когда это проверяется четко и ясно становится? Классика жанра. Давайте перечислим несколько ситуаций. Когда человек сильно тяжело заболевает. Близкий человек, что ему? Кобеду не жди. Вот. Второй случай. Это другое. Дети рождаются, это другое. Второй случай, это влюбился в кого-то. Близкий человек влюбился в кого-то. Чувства сильные вспыхнули. До свидания. С тобой у нас все закончено. Все, до свидания. Причем до свидания происходит очень быстро. Без всяких проблем. Просто до свидания и все. Дальше какие случаи? А? Теряют работу, трудности в жизни совместные. Людям трудно вместе жить. Тоже до свидания. Будем жить раздельно. Все. Ну понимаете, не было никаких отношений. Просто не было. Хоть и казалось, что они были. Потому что отношения же в сердцах развиваются. Они не то, что отношения означают, что нам хорошо друг с другом. Это не отношения. Это взаимодействие чувств просто. Сердце глубже, чем чувства стоит. Итак, безразличные люди – это неверующие люди. Неверующие люди. Большинство людей сейчас живет в нашем обществе неверующие. И поэтому создать сердечные отношения невозможно. Нет внутренней жизни. Нет настройки правильной. Человек не настраивается на то, чтобы побеждать вот это все. Грязь в сердце не выскребает. Каждый день надо выскребать грязь в сердце. Вот я, допустим, сегодня, когда молился с утра, я почувствовал, что сегодня тяжелый день, и мне будет трудно установить контакт с вами. Будет такое чувство, как будто вы чего-то недослышиваете. Такое чувство, как между нами будет какая-то стеночка сегодня, как вчера. Чувствуете, нет, эту стеночку небольшую? Чувствуете? Ну вот это и есть стеночка. Видите, то есть я виноват, да? Все нормально. Дальше, следующий тип людей. Люди почувствовали просвет какой-то в своей жизни, начали заниматься духовной практикой. И когда люди начинают заниматься духовной практикой, происходит такой интересный феномен. Так как сознание человека не переключилось еще на внутреннюю жизнь, но человек уже понял, какие идеалы у него есть в жизни. Какие у него идеалы? Хочу жить с верующим человеком. Хочу жить среди верующих людей. Хочу благородного общения. Хочу, чтобы люди честно вели себя по отношению ко мне, не изменяли там, не делали то, не делали все. Смотрите, то есть, что это означает? Это означает, что я еще вообще ни одного желания по отношению к себе не имею. Все желания мои только по отношению к другим. Это называется идеалисты. Кто такие идеалисты? Это начинающие верующие. Это люди, которые постоянно долбают всех своей верой. Ну, допустим, я бросил пить. Ну, бросил пить, хорошо, молодец. Что это значит? Все должны бросить. Это первая стадия. Вторая стадия уже сострадания. Ты уже состраданием относишься, не злобой относишься к тем, кто пьет, состраданием, потому что чувствуешь их боли. Почему они пьют? Потому что им больно, тяжело жить, поэтому они пьют. Но сначала злоба. Почему? Потому что этот человек не приносит мне счастья в жизни. Поэтому я на него злюсь. Я не пью, он пьет, гад. Видите, это не бескорыстное поведение. Поэтому женщина, которая ненавидит свой мужа, который пьет, она никогда не извыйдет из этой ситуации. Потому что она не настроена на внутреннюю жизнь. Она хочет создать себе правильную ситуацию в жизни. И такие люди, они имеют идею в жизни. Это идейные люди. Идейные – это которые всех долбают своей идеей. Потому что настоящие верующие люди, они не трогают никого. Они над собой работают. Вот что должна женщина сделать своим сердцем, чтобы муж не пил? Она должна его принять, каким он есть. Надо с первой ступеньки на девятый этаж заходить. Прими вот мужа, какой есть. Сразу возникает вопрос. А почему это я должна его таким принимать? Потому что в этом мире не бывает ни случайностей, ни несправедливости. Вот что положено мне по судьбе, то и получила. И вот прими это все. Это объем работы. Вот оприми свой объем работы. И начиная с первой ступеньки. Начни с принятия этого человека. Как только примешь, он уже расслабится. Он уже почувствует сразу совесть. Вот как только ты приняла этого человека, у него совесть сразу же проснется. Ему уже тяжелее будет выпивать в твоем обществе. Понимаете? Вот чувствуете, о чем я говорю? Вот приняла девушка, женщина, приняла свой муж. Он приходит пьяный. Она говорит, пойдем, мой хороший. Опять тебе произошло, да? Ну, ничего страшного. Пойдем. Давай спать, ложись. Не бойся, штанишки я постираю. Все, описался. Ну, ничего страшного. Давай, ложись. Что, опять писать хочешь? Ну, сейчас принесу тебе бутылочку. Давай. Пописи. Все. Ложись давай. Все, хорошо. О, видите, хорошо. Молодец. Хорошо, отлично. Привыкнуть сразу возникает страх. А вдруг он, блин, вообще обнаглеет. Всегда. Вот это вот и есть, вот это и есть то, что всегда возникает, когда ты начинаешь правильно жить. Это шаг в пропасть, потому что мы не верим в душу. Мы боимся души. Мы думаем, что он обнаглеет. Сначала он расслабится, естественно. Первый эффект расслабления от такого отношения. Но он будет вам благодарен параллельно, что вы его поняли, что вы приняли его боль. Дальше какой будет следующий этап? Как только он почувствует вас комфортно рядом с вами, и когда он выпивает, вы можете уже его воспитывать. Если вы будете ему, когда он отрезвеет, говорить, мой хороший, я готова заботиться о тебе всегда, когда ты выпиваешь. Ну, может, давай попробуем бросить пить. Давай попробуем. Нам же тяжело в таком состоянии жить вместе. Давай попробуем бросить. Не ты попробуй бросить, а давай мы попробуем бросить. А? А он считает, почему, что это нормально. Вы сейчас приняли его или нет? Я вот вас принял такой, агрессивный по отношению к мужу. А вы приняли его или нет? Ну, моя хорошая, дышите глубже, давайте будем принимать. Вы приняли, нет? Ну, давайте, ну. Вспомните святого человека. Это же вы. Это вы с прошлой жизни. Вы себя не принимаете, на самом деле, не его. Вы не понимаете, что ничего случайного не бывает в этом мире. Я вижу вашу прошлую жизнь, вижу вот похожие очень ситуации. Вы не принимаете себя, на самом деле. Примите вашу прошлую жизнь. Одна женщина ко мне подошла с мужем, с таким, говорит, говорит, Олег Геннадьевич, вы можете мне рассказать про прошлую жизнь? Я говорю, могу, вот смотри. Твоя прошлая жизнь. Она сразу опа узнала о себе в прошлой жизни. Откровение получила. Вы получили откровение сейчас, нет? А, он хороший все-таки. Нормальный. А, ну у вас в прошлой жизни нормально, значит, все. То есть принятие пошло, да? То есть он нормально, он и пьянствует. Ну, а? Переживайте, что он сопьет, значит, сопьется. Вы переживаете, что он сопьется, значит, сопьется. Когда мать провожает ребенка в армию, говорит ребенок, мой сынок, я так боюсь, что тебя там прибьют. Значит, прибьют. Доктор, а вы мне почку не отрежете вместе с аппендицитом? Значит, отрежет. Понимаете, о чем я говорю? Или нет? Как солдаты меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек, ой, куда ты? Не ходил бы паренек во солдаты. В Красной Армии штыки чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся. Слабость, видите, слабость. Не хочу работать. Просто надо, чтобы этого события не было. Не хочу трудиться. Хотите? Как трудиться? Принятие. Принятие. А? Я понимаю вас. Ну, старайтесь дальше. Продолжайте. Я тоже вас сейчас принимаю, стараюсь. Нам будем тяжело. Мы стараемся с вами. Мне тоже тяжело вас принять. Я пока не верю, что вы сможете сделать так, чтобы он бросил пить. Но я стараюсь. Это называется внутренняя жизнь. Понятно, да? Категорическая несовместимость, у вас категорическая несовместимость. Сейчас немножко поработаем над собой, будет совместимость уже. А? А почему вы меня спрашиваете об этом? А? Но если вы спрашиваете меня об этом, значит, у вас с кем-то есть такое чувство. Человек не может спрашивать, когда нет темы. Потому что вопрос у вас какой, эмоциональный, означает, переживаете вы об этом. А други переживаете? Или как вы? А? У нее с вами несовместимость. У вас с ней есть совместимость, а у нее с вами несовместимость. Так? Несовместимость бывает. Но если по астрологии несовместимость, полная несовместимость, люди не будут любить друг друга просто и все. Ну не будет притяжения совсем никакого. Не будет возможности быть вместе. Не будет симпатии. Мы же сердцем все чувствуем, а не гороскопом. А? Ну все тогда, чего вы переживаете? Я знаю одного астролога, он очень сильно искал в себе абсолютную совместимость. Нашел девушку с очень высочайшей степенью совместимости. Все планеты совпадают, все супер. Делал предложение, две недели пожили, переругались, разошлись. Другой пример. Один мужчина полюбил девушку. В Индии это был классический такой пример. И так как там положено смотреть гороскоп перед свадьбой, он сначала сходил к своему астрологу и увидел, что несовместимость сильная по гороскопу. Он взял, поменял себе дату рождения, поменял паспорт, все это сделал, поменял паспорт, дату рождения и сделал хорошую совместимость. Потом прожили они где-то 20 лет вместе, сначала было трудно, они все это пережили, ну и как бы у них счастливая семья уже, победили судьбу. И она ему говорит, вот если бы у нас была несовместимость, тогда бы мы, наверное, расстались с тобой, а так мы с тобой вместе. И он показал ей свою дату рождения настоящую. После этого сказал, у нас вот именно такая как раз несовместимость, как ты говоришь, но мы живем вместе. А? Конечно, почему они не останутся? Что, гороскоп сильнее отношений, что ли? А? Что? Думала мужчина, что за чертовщина, да? Пошла я за водой, вызвался черт мой за мной, думала мужчина, что за чертовщина. Вы очень поверхностно воспринимаете отношения между людьми. Это важно. Да. Да, про не истинные чувства, а сердечные чувства. Вы истинные чувства сейчас понимаете секс. А я говорю про просто чувства сердечные, благородство. Нет, вы не выразились неправильно, вы так чувствуете. Да, вам надо поменять это чувство. Вот, смотрите, когда люди встречаются, они и смотреть должны на благородство человека, на его духовное развитие, на его правильность мотивов в отношениях. И многие-многие эти вещи указывают на совместимость. Гороскоп обычно показывает хорошо в этом случае. Вот когда у нас, мы на дискотеке встретились, вот тогда может быть и несовместимость. Потому что совместимость же по сердцу определяет гороскоп, а половая совместимость, она не на первом месте стоит в этих вопросах, понимаете? Она тоже имеет значение, но не такое большое. Это безысходность, да, такая безысходность. Это относится... Разные могут быть варианты, разные. Это может быть на уровне нижнего центра, когда люди совсем уже... Не могу жить один. Это нижний центр. Может быть на уровне дальше, выше центра и так далее. Разные варианты могут быть такие, такого брака. Говорите о браке, в котором нет чувств изначально. Нормально, это нормально. Чем старше люди, тем меньше чувств. Тело стареет же. Чувства отсыхают уже. Потихоньку. Как? А их невозможно настроить. Понимаете, вот когда люди детей настраивают, тогда дети и уходят от отношений. Детей можно только вдохновить. Если вы с ними правильно себя ведете в жизни сами, они вдохновляются вами и настраиваются правильно. А если вы их пытаетесь обмануть, ну то есть на что-то настроить, на что сами вы не настроены, они этот обман сердцем чувствуют. Человек воспитывается не словами. Есть такой психолог Кандыба, тоже американский, с крыльинской фамилией. Он провел такой интересный эксперимент. Он использовал куклы и телевидение для того, чтобы провести такой глобальный эксперимент в Америке. Там работа была с многими детьми проведена в свое время. И дети, они реагировали не на слова, которые кукла говорит, а на ее поведение. Понимаете? То есть это указывает на то, что дети не реагируют на слова. Они факты воспринимают больше, чем то, о чем родители им говорят. У них другой тип разума. У них не логическое восприятие, а интуитивное работает. Они чувствуют больше то, как есть на самом деле, чем о том, о чем говорится. Итак, идейные люди – это второй вариант, второй тип, у которых тоже не бывает нормальных семей. Когда человек становится идейным, семьи чаще всего рушатся. Вот смотрите, были безразличные люди, жили друг с другом, не тужили. Человек послушал лекции, бросил есть мясо, пить. И думал, что я с этим скотом буду жить вообще? И начинает пилить его, близкого человека. Тот уже не знает, что делать, как бежать. И семья развалиться может. Не то, что обязательно развалиться, она может развалиться. Причина заключается в том, что это не любовь. Быть идейным человеком – это не любовь. Идейные люди идею ставят выше человека. Они просто хотят себе счастливую жизнь создать, понимаете, искусственным образом. С помощью вот вытряхивания недостатков из близкого человека. Они же не вытряхнутся из него. Недостатки вытряхиваются, когда человек осознает, что ему это надо меняться. Это через любовь идет. Как близкий человек… Вот некоторые люди, они агностики по природе, они говорят, близкий человек никогда не поменяется. Когда человек так говорит? Где у нас женщина? Насчет спиртного-то? Где? А, о! Вы не считаете. Тогда в чем проблема? Вот это страх означает отсутствие любви. Потому что, когда человек любит, у него есть сила влиять. Понимаете? Отсутствие любви. Страх или желание нажимать, добить на человека – это тоже природа страха имеет. Почему мы давим на человека, злимся на него, ругаем его? Причина – отсутствие возможности влиять на него. Влияние основное происходит следующим образом. Мы молимся, создаем отношения со святостью. Эти отношения дают могущество сердца. Сердце, когда становится могущественным, оно может улыбаться близкому человеку, может добрые слова говорить, может с ним общаться совсем на другой волне. И это называется влияние на близкого человека. Когда такое влияние есть, то тогда близкий человек начинает меняться. Смотрите, как это происходит. Вот если вы влияете на близкого человека, то какой вы человек, таким он тоже становится. Автоматически. Просто потому, что из близких отношений. Близкие отношения – это самая большая сила, меняющая жизнь человека. Если вы со святым человеком устанавливаете близкие отношения, каким вы становитесь человеком? Вы становитесь святым человеком. Это реальность. Это метод, основной метод вообще любой традиции духовной. Как человек меняет свою жизнь. На что антенка настроилась, туда и пошла. Если человек поселился в публичном доме, что с ним произойдет, то и произойдет. Понимаете? На что настроился, таким и стал. Поэтому близкое доверительное отношение – это страшная сила. Она разрушает всю судьбу человека. Или наоборот возрождает. Поэтому надо близкие отношения устанавливаться с святым человеком именно. А потом правильные отношения начнут устанавливаться со всеми вокруг. Первое – сначала они устанавливаются с друзьями. Появляются другие друзья, с которыми другие отношения возникают. Это самое первое изменение в жизни человека. Как только друзья появились, сразу режим дня. Все легче соблюдать, потому что появляется сила, когда вместе это люди делают. Потом следующий этап – у него меняются привычки. Друзья сначала меняются, потом отваливаются ненужные привычки постепенно. Следующий этап – если человек совсем развился, меняется окружение уже все, а потом меняется работа после этого. А только потом меняются отношения в личной жизни уже кардинально. Видите, сколько этапов развития идет, прежде чем вы достигаете того, чего вы хотите сейчас сразу. Нужно начать просто. Все это постепенно приходит. И на каждом этапе все больше и больше счастья у человека в жизни. Итак, безразличные люди, неверующие. Идейные – это первая стадия веры. И дальше какие люди? Человечные. Это третий этап – человечный человек. Человечный – это который чувствует боль другого, не свою. Безразличные люди чувствуют только свою боль. Поэтому они безразличные, что им на себя времени не хватает и сил. Идейные люди, они ненавидят боль близкого человека. Вернее, они на нее реагируют, они ее хотят поменять. То есть они хотят поменять близкого человека. У них уже более позитивный настрой, но агрессивный все равно. А человечные люди, они себя меняют, а другого понимают. Близкого человека. Когда человек себя меняет, а близкого понимает, вот это и называется любовью. Себя меняем, другого понимаем. И вот это понимание является самой мощной, влиятельной силой. Вот если я, допустим, вас не понял, я не смогу вам помочь. Я должен вас понять, означает переварить. Означает принять в сердце. Потому что трудно принять чужую судьбу всегда. Надо переварить. И тогда начинается изменение в сердце человека, другого уже. Это не просто сделать. Чтобы принять, надо понять, что ты не лучше. Ты не лучше. И тогда принятие уже идет. И влияние тогда очень сильно начинается сразу. Итак, основная причина нежелания принимать советы, это страх перед насилием. Мы по факту очень сильно боимся друг друга. Мы, нет у нас любви, у нас есть страх. Он очень глубоко сидит, мы часто его не чувствуем. Страх. Мы боимся друг друга. Боимся, что нами завладеют. Боимся, что будут вот так понукать нами. Мы боимся, и поэтому мы не идем вот на эти сердечные отношения. Мы живем в страхе. Этот страх преодолевает с помощью любви. Любовь устанавливается со святостью, святым человеком, священным писанием, святой землей. Когда человек чувствует святость, у него появляется сила, сердечная сила, и страх пропадает. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Видите, уже петь начал потихоньку. Не надо в себе разбудить святость. Это невозможно сделать. Надо служить святому человеку, а себе вообще не думать. Если ты не можешь, значит, надо плакать. Плакать в своем сердце. Хочу найти. Это же найти святого человека, это же подарок. Подарок приходит, когда слезы человек проливает. Я хочу найти такого человека. Нужно чувство включить это. Потому что, что такое святой человек, это отражение вашей совести просто. Совесть вам покажет сразу, как только вы будете достойны. Сразу покажет святого человека. Искать не надо. Все найдено уже, просто вы не видите, и все в этом проблеме. Значит, не достойны. Надо поплакать, попросить в Бога. Святой человек — это представитель Бога. Или больше сказать, это присутствие Бога в нашей жизни. Некоторые люди думают, что они Бога могут во сне увидеть. Это все бред полный. Бога можно только увидеть через святого человека. Или священное писание, или святое место. Это контакт, первый контакт с божественным, с Богом происходит через святость. Первый контакт такой, самый легкий, незначительный, который уже меняет сильно жизнь человека. Субтитры подогнал «Симон»